Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футболсан. Представляю впечатление про матч третьего тура Лиги Конференции УЕФА Балкани Косово Астана Казахстан, который для подопечных Григория Абабаяна из ряда панели пропал, потому что Астана проиграла оба стартовых матча, и чтобы догнать тот же Балкани, нужно его побеждать. Или хотя бы не проиграть первую выездную встречу, чтобы дома победить и обойти в турнирной таблице группы С. Начала Астана за здравие. Урега классно вывел в прорыв по левому краю Эбонго. Отличный зрячий пас назад в штрафную Балкани, где никем не прикрытый Каму Аганесян хладно-кровно поразил цель. 0-1 седьмая минута. Но не успели гости из Казахстана как следует нарадоваться, как хозяева буквально в следующей же атаке ответили красивым голом Эдвина Куца, который эффектно ударом головой в падении рыбкой замкнул в центре штрафной Астаны прострел уже своего партнера по команде. 1-1 седьмая минута. Гости тоже всем на стадионе и вообще, кто смотрел матч, продемонстрировали, что и они умеют прекрасно играть головой, когда на 23-й минуте после подачи до Смагомбетова Абзал Бейсебеков в высоком прыжке послал мяч в сетку Балкани, чей голкипер был явно шокирован произошедшим 1-2. Так держать Астана, не расслабляться. Балкани, а именно так кричат болельщики на трибунах, мог сравнять счет в раздевалку, только вот после опаснейшего удара в дальний угол в мяч в сантиметрах разошелся со стойкой ворот. А уже в начале второго тайма только самоотверженный бросок и удар в падении через себя игрока Астаны позволил выбить круглого с линии собственных ворот, так и не позволив ему пересечь воздушную границу. На 60-й минуте уже сам голкипер Астаны Йосип Чондрич накосячил, когда при прерывании прострела вдоль ворот в падении выпустил мяч из рук. Правда, как накосячил, так быстро же свой косяк и исправил, когда не успев как следует подняться, без раздумий бросился под удар Бериши, самому активного игрока Балкани, который, кстати, через парочку минут немного не дотянулся до опасного прострела. Астана отбивается. Не скажу, что из последних сил, но гости больше времени проводят в обороне. Поэтому подопечные Бабаяна при первой же возможности тянули время задолго до конца матча. То вратарь долго бегает с мячом по своей штрафной, пока его не выбьет. То после нарушения правил игроки Астаны подолгу не вставали с газона. А когда Исламбек Куат не спеша уходил с поля на 74-й минуте, чтобы его заменил Степеллончер, а судя жестами подгонял Куата побыстрее двигаться, то трибуны на стадионе подняли неимоверный свист. Тут ясно недовольство местных болельщиков. Их команда проигрывает, а соперник всячески пытается сбить Балкани с атакующего ритма. О, диктор по стадиону говорит «Балкани!» И как правильно прикажете этот клуб из Косова называть? Но как ударение не ставь, а факт того, что Балкани атаковал до финального свистка, никуда не деть. На 88-й минуте только чудо спасло ворота Астаны. Как не попал головой в рамку, вышедший на замену Арп Манай, это просто уму непостижимо. Ведь замыкал прострел с центра вратарской, казалось наверняка, и Чондрич уже был неудел. Но мяч прошел выше перекладины, пронесло Астану, нужно это признать. Чемпион Казахстана 2022 года выиграл, можно сказать, что вымучил победу 2-1 и сравнялся с Балкани очками по 3. Столько же в группе Си текущей лиги конференции у Ефа и у Загребского Динамо, который сегодня еще будет играть с лидером Черской Викторией, имеющей 6 баллов. Так что Астана имеет все шансы занять одно из двух первых мест, дающих право на плей-офф. Только с одним условием, что футболисты команды Бабаяна будут играть так же самоотверженно, как с Балкани в гостях и реализовывать свои моменты тоже. Болеем за наши команды, с вами был Саныч, до новых встреч.